Мы сделали конкурс, молодежный театральный конкурс, конкурс театротека. Я очень рада, что многие коллективы из Петербурга откликнулись на наше приглашение и вот участвуют в нашем проекте. За эти семь дней у нас выступает 10 коллективов. Шутка ли? С десяток разных спектаклей за одну неделю на одной театральной площадке. Это рекорд не то, что для Сестрорецка, а, пожалуй, для всего Петербурга. Всю минувшую неделю на театральных подмостках детской библиотеки имени Сергея Михалкова выступали молодежные коллективы изо всех районов города. По сути, это новый, выросший из детского фестиваля, марафон театральных показов под названием «Театротека». Здесь существовал фестиваль юных, фестиваль для детей, на самом деле, как бы до этой номинации, под музыку прибоя. Он уже ежегодный, он уже не первый раз проходит, но в этом году год театра, и поэтому организаторы решили организовать больше все-таки именно театральную, только театральную часть. И придумали такую идею создать именно для молодежи, то есть 16 плюс и старше. Так родилась театротека. А почему, а почему нет? Я горжусь нашей любовью. Я брошу вызов каждому. Я брошу вызов общественному мнению. Я брошу вызов всевозможному шару. Что там, наделись, из патронного смотрит. А контракт с нами возобновляется каждые две недели. Сейчас, нечь, еле было сейчас. На фестиваль были поданы 12 заявок, из которых в итоге организаторы одобрили 11. И отбор был на уровне взрослых фестивальных площадок. Мы отсматривали по мастерству, по режиссуре, по ансамблю. Это любительские театральные студии, это театральные студии при школах, при дом творчества. Здесь все ребята собираются. Конкурс был районным, но мы его сделали таким городским, потому что из разных районов Санкт-Петербурга, то есть это центральные, есть красногвардейские, фрунзенские, всякие разные. Даже Петергов, кажется, приезжает. Да, не кажется, а точно приезжает Петергов. Мы дали друг другу слово играть фальшиво, если в зале будут немцы. Для этого нужно было иметь мужество. Мы жили как под дамоковым мечом, ведь немцы разбираются в музыке. Насколько я вас знаю, играть фальшиво для вас не составляет труда. Несмотря на молодой возраст артистов театра Курт, игра труппы оказалась на достаточно высоком уровне. Молодые актеры сумели раскрыть характер своих персонажей. Чего ты ждёшь? Мне-кто и никто И мыслишь о беду И всё стоит в прихожей Вешалка На вешалке пальто Скажи мне Я же всё о том Чего ты ждёшь? Именно сегодня фестиваль завершается и в 9 часов вечера станет известно, какой театральный коллектив удостоился Гран-при Театротеке. Но название театрального коллектива победителя вы узнаете в следующих выпусках на Залив ТВ.